Насилие, оскорбление и унижение со стороны одноклассников. Нередкость в современных школах инспекция защиты прав детей начала акцию помощи детям, которые пострадали от моббинга. Я выбираю говорить. Так она называется. Галина Солодовник расскажет подробнее. Поводом для моббинга может стать что угодно. Даже кнопочный телефон, когда у других детей смартфоны. Так, в прошлом году на горячую линию инспекции по защите прав детей поступило 275 звонков от школьников, которые пострадали от физического и эмоционального насилия со стороны одноклассников, а также от родителей пострадавших детей. Из моей практики чаще звонят родители учеников начальной школы, когда ребенок им рассказывает, что его обижают, он плачет и не хочет идти в школу. В первую очередь мы выслушиваем и выясняем, что случилось. Это, конечно, мнение одной стороны. И оно может быть тенденциозным. И это надо прояснить в школе. Тогда мы отправляем туда инспекторов. В школе есть ответственный персонал, который должен работать с классом и с жертвой. И превентивная работа должна быть, пока не начался конфликт. Нужно образовывать детей и солидаризировать класс. Агрессия — это непроявленный гнев, считает психолог 34-й Рижской средней школы Татьяна Коренева. И чтобы предотвратить моменты моббинга в школе, здесь для детей организуют специальные классные часы, на которых учат распознавать свои негативные переживания. И когда у детей складывается картинка, что если я злой, а если я злой, я хочу своего обидчика наказать, то это уже называется месть. А если я осуществляю месть, а это будет уже насилие, такая картинка в голове ребенка будет срабатывать на тормоз. Впрочем, психолог отмечает, что моббинг характерен не для учеников начальных классов, а для детей постарше. Поскольку это не просто конфликт, а осознанное унижение ребенка группой подростков. И эта травля может продолжаться и вне школьных стен, например, в социальных сетях. Есть открытые, закрытые группы. В сетях это происходит еще более жестко, еще более неприемлемо, с чем бороться очень сложно, а нашими силами порой даже невозможно. И вот говорить о том, что социальные сети больше проявляют эти скрытые моменты, и то, что социальные сети участвуют в этом, да, можно говорить, что сейчас это в большей степени. С сегодняшнего дня и до 24 марта в инспекции по защите прав детей открыта горячая линия. Все, кто позвонит по телефону 116-111, смогут получить психологическую помощь. Призывают звонить не только тех, кто пострадал от моббинга, но и тех, кто стал свидетелем унижения сверстников. Ждут звонков и от родителей.